Канобу.ру представляет Вы когда-нибудь представляли себе разработчиков Twisted Metal? Сколько безумных клону живет у них в офисе? Любят ли они тихие и спокойные игры? Давайте узнаем прямо сейчас. Привет всем, меня зовут Дэвид Джафа, я руководитель проекта Twisted Metal для PlayStation 3. Мне не терпится показать вам нашу игру, которая выходит в октябре этого года. К сожалению, я не могу сейчас поведать о сюжете, но хочу предупредить, у нас вовсе не открытый мир. Во главе угла — битва-машина, а не задание в стиле GTA. Садись, мол, и езжай куда хочешь. Это больше похоже на файкинг, считаясь игру неким стрит-файтером, только нафто. Что мы всегда хотели добавить в Twisted Metal — это разрушение каких-то обыденных местечек, которые есть в каждом городе. Мы реализовали это на одной из карт. Тут есть и кинотеатры, и продуктовые лавки, и другие магазинчики. В соревновании команд вы всегда будете видеть ваш счет, ваши враги отмечаются красным. Информация на правой стороне экрана. А сам матч длится 10 минут. У нас появилось новое средство передвижения — Juggernaut, один из крутейших автомобилей в игре. Что мне в нем нравится — это не просто необычное оружие, но если вы приглядитесь, у него сбоку висят такие большие мины, которые скребут дорогу. Может, вы уже видели что-то похожее. Эта машина крута тем, что водитель может открыть дверь фургона, как в «Спайхантере» и «Рыцаре дорог», и двое ваших товарищей по команде могут заехать в него и пересесть на турели. Наверху трейлера пулемет 50-го калибра с подвижным гнездом на рельсах, так что вы можете ездить вперед-назад и вращаться на 360 градусов. Я бы не назвал новый Twisted Metal совсем уж большим проектом. Однажды мы сделали Calling All Cars — игру для сети PlayStation Network. Возможно, вы ее знаете. Мы получили хорошие отзывы и неплохо заработали, но особенного ажиотажа она не вызвала. И затем мы решили сделать еще одну скачиваемую игру для этой же сети в рамках сериала Twisted Metal. Так вышло, что с каждым месяцем и наша студия, и компания Sony, видели в проекте все больший потенциал. Сперва это было в стиле загружаемой игры. Цена в 9 долларов 99 центов — три уровня. Но еще до создания рабочей версии издательство предложило уже цену в 14 долларов, как Warhawk и Socon Confrontation, где больший акцент на сетевой игре. А потом они увидели пару готовых уровней и сказали, что тут нужен одиночный режим, больше карт, интересный сюжет. И вот так проект разрастался, органично развиваясь в то, что вы видите сейчас. Теперь у нас есть и масштабная одиночная кампания, настоящая история, три босса, три персонажа, целая куча совместных режимов и карт. И теперь мы смотрим на проект и понимаем, черт возьми, это тянет и на большее, чем 60 долларов. К тому же до октября еще порядочно времени, мы наверняка сделаем нашу игру еще шире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok